Итак, ребят, сегодня посмотрим несколько вариантов прохода открытого гарда и когда человек в ситап гарде сидит. Итак, начнем. Сразу, ну, начнем тогда с сидячего гарда. По сути, здесь основные две ситуации. Если брать работу в кимоно, то я люблю в кимоно хватать за правую куртку здесь, за колено, и приходить сюда в эту позицию и атаковать типа не сплайсом, просто сейчас куртки нет, мы это не можем показать. Эта куртка мне позволяет блокировать человека андрхук, в общем, мне здесь комфортно, я могу освобождаться, проходить. Если говорить про ноги, то чаще всего в ноги это огромную роль играют болевые на ноги, поэтому я вот сюда вот так в принципе не люблю заходить. Я издалека, чтобы мои ноги были в безопасности, и то есть я вижу, что он стремится ко мне, ну, сближается, я буду отходить и как беречь свои ноги. Моя задача именно руками подхватить его под пятки, поднять наверх, все, и положить его на спину. Все очень просто. Здесь много вариантов легких проходов и такие более досконально, которые нужно описывать. Это где овер андер мы берем, дабл андер мы берем, или тот же, допустим, проход низшилда, который мы показывали. Начнем с простых проходов. Опять, мы подальше, две пятки, подняли сюда. И все, отсюда у нас обычный проход тариады, ну, по-русски тариадор называется. Когда мы двумя руками держим две ноги и прокручиваем нашего оппонента. Ложись. По нему сразу пробегусь. Под него есть дрил, это первое научиться двигать человек. Это мы не дергаем ногу сюда, дергаем сюда, а мы толкаем ноги примерно вот коленом к его груди, чтобы его поясница поднималась. И тогда вот, когда мы создаем хорошую вот такую вибрацию, мы чувствуем, как он легко двигается. Проход влево делается следующим образом. Я начинаю с левой и потом прокручиваю вправо. Лево, вправо. Здесь самое главное, во-первых, ноги шире держать. То есть, чем уже вы держите, тем тяжелее будет его крутить. Ноги шире. Во-вторых, смотрите, я левой рукой делаю вот сюда. И видите, он как бы начинает подниматься на эту сторону. Теперь, когда я начинаю крутить, я левой рукой делаю вот типа вот это движение армдрага, только вот так вот. Я провожаю левой рукой до последнего его колена. Проходим. Раз. Два. Раз. Сразу. Отсюда не обязательно идти к коленям. Можно использовать вот эти захваты, если они такие же были изначально. Раз. Два. Сделать, в принципе, то же самое. Одинаковая история, что мы держим здесь, что мы держим за ступни. Чуть тяжелее будет, но в целом ничего не меняется. Или вот. Поставили его сюда. Теперь мы хотим сделать другой проход. Мы можем сразу прийти в эту же позицию, с которой мы любим проходить не слайсом или не шут, который мы показывали. Еще раз по простому проходу. Раз. Прокинули. Второй простой проход будет то же самое, только икс пас. Он еще проще. Правую руку кладем сюда. Левая рука на колено. Отходим в эту сторону. Правой рукой мы максимально давим не его в живот, а опираясь. Ищем локтем вот такое движение наружу, чтобы воздействовать на его бедро. Левой рукой вдоль маты убираем. Приходим сюда. Этот проход начинается, как и предыдущий, тогда, когда человек на спине. Мы разобрали просто, если человек сидит, как его повалить туда. Вот так. В целом, даже если он лежит, так и начинает работать. Мы можем, как вот этот вариант сделать, который мы первый раз смотрели, так же и вот этот, который рассмотрели сейчас. Просто, если вам не нравится проходить именно, когда человек сидит, положите его на спину, заставьте его работать в другой позиции. Еще одна ситуация такая, как мы разбирали нашу позицию. Смотрите, помните, мы работали. Я показывал, как не шутка входит, а наше колено было здесь. Тут, в принципе, мы вот это все отрабатывали, мы все это рассматривали, прошли. Когда мы сейчас будем это делать, мы будем идти не на колено. Я буду идти вот сюда, как будто бы нанеслась. То есть, мое колено не на мате, мое колено здесь. Тут всегда практически его не шут, будет мне мешать. Это нормальная история. Самое главное здесь правой рукой вот так вот схватить. Потому что, если я не схвачу, он меня толкнет. Все, я начну падать. Здесь, если я его хватаю, он меня даже если толкает, я прижимаюсь, освобождаю свою ногу. Посмотрите, просто. Даже если он здесь держит, колено поворачиваем в сторону голени. Вот так. Видно? Съезжаем, держим правой рукой, весом давим на верхнее колено. Если хотите проходить сюда, убирайте, проходите сюда. Если вы чувствуете, что здесь человек сильно разворачивается сюда, начинает защищаться, просто идите в этот стоп. Так. Заход очень простой. Идем сюда. Правой рукой обнимаем. Идем сюда. Правой рукой обнимаем. Все это на скорости выглядит вот так. В одном движении. Освобождаемся. Убираем ногу. Проходим гард. Раскатываем. Берем под голову. В общем, такие проходы, как вот Ториандр и... Ну, Икспас чуть получше, но все равно они не так... Они, в общем, не гарантируют вам, что вы доберетесь до поясницы человека и будете хорошо его контролировать. Там все вот с наскоков, тайминг, и чтобы человек немножко был к этому не готов. Когда у вас такая уже очень плотная схватка, и не то, что на первых минутах, там уже, скажем, 5-6 минут прошло, уже понятно, что мы оба уставшие, но тем не менее, максимально разогретый, и он меня здесь контролирует. Опять же, все вот эти проходы я уже 10 раз попробовал там в 5-6 минуте, не прошло. Я начал утомляться, он все время возвращал гард, я балл не получил. Если мне действительно нужны баллы, я начинаю пользоваться немножко другим. Ну, то есть, я вот либо свою технику вот эту люблю, где, опять же, то, что я говорю, ключевой момент, что мы добираемся все время до поясницы, в итоге бодилоком контролируем его, и это именно дает нам с ним то сцепление, которое приводит к 3 баллам за проход гарда. Допустим, если вот я ториадор делаю, мы здесь боролись, боролись, но в итоге он меня выпихнул, вытащил ноги, у меня не было хороших захватов. Я ни андеркук, ни голову не успел схватить, ни поясницы, в принципе, у меня не было. Мне нравятся два прохода. Ну, во-первых, вот этот, который я показал, мы его уже рассматривали. Аналог этого прохода, только правая рука теперь уходит снизу, всем известный овер-андер проход гарда. Овер-андер он называется потому, что здесь у меня андерхук, а здесь у меня в последствии будет оверхук. Мы еще также рассмотрим дабл андер, когда мы двумя руками под ногами, но начнем с этого, мы с этой позиции плавно туда придем. Итак, мы здесь отстранились правой рукой, залезли, и смотрите, не нужно акцентировать свое внимание рукой на коленке. Нужно своим плечом как можно ближе к его, ну, вниз, ближе к тазу хватать. Теперь нам нужно разобраться с этой ногой. Вот мы здесь в любом случае в хавгарде сидим, держим его ногу своей стопой. Он руками нас контролирует, не дает нам проходить. Наша задача забрать его ногу сюда, вот так вот, выпрямить ее. Там есть и не бар, сейчас мы просмотрим его. Здесь существенную работу левой рукой нужно проделать, вот так. Дальше, смотрите, я его развернул, обнимаю. Моя правая нога идеально под его пяткой, подгоняем треугольник, тазом вверх делаем рычаг колена. Не получается, ушли, держим ногу, встали, он меня цепляет правой ногой, правой ногой, оп, проходим сюда. Мы здесь правой рукой уходим, ныряем сюда. Здесь, смотрите, самое главное, свой вес давить вперед. Смотрите, вот он заходит туда, если я контролирую локоть, могу вывесить его вот так. Здесь есть и болевой на кисти, дальше можно вставать, атаковать. Локоть нельзя запихивать настолько вперед, чтобы человек за него вас начал вытягивать. Поэтому, это, между прочим, как и вот тут, он может схватить мой локоть к себе и налево сделать к себе коленки. Да, 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 и вывесить нас и перевернуть. Аналогичная абсолютная история может случиться и здесь. Поэтому, тут, если вы чувствуете, что он вас за локоть здесь контролирует, смотрите, правой рукой уходим сюда. То есть, мы были вот тут, он локоть контролирует, у него сильное воздействие. Теперь мы на полметра назад отъезжаем, хватаем правой рукой вот здесь. И, по сути, мой локоть, он больше не контролирует, но мои пальцы хватают его и держат нормально. Левой рукой убираем колено вниз. Левой рукой взорвемся. Левой рукой заходим вглубь, контролируем. Ложимся, треугольник, таз вверх. Встаем, держим его. Правой ногой, оп. Если даже он зацепился, опять же, мы это можем делать бесконечно. Помним, да? И проходим гард сюда. Правой рукой уходим, хватаем вот так. Локоть глубоко не просовываем. Видите, он сразу меня вывешивает. Вот, вот здесь держу. И тогда ему тяжело. Мой локоть не держит, за кисть он меня туда не вывесит. Держим колено. Выпрямляем. Видите, я правой ногой уже контролирую его пятку. Обнимаю бедро. Делаю треугольник ногами. Рычаг. Теперь, если здесь без рычага, это синий и фиолетовый пояса, он сразу делает креветку. Да, я в принципе не пытаюсь делать ему рычаг колено. Стою на ноги, моя цель – проход. Вот он меня держит правой пяткой. Моя задача – сделать такую траекторию, с которой я соскочу. Еще раз. То есть, вот так бесполезно наверх тащить. Видите? И бедро тоже. Колено разворачиваем в него. Правое колено. Стопой обходим. Идем сюда. И дальше мы рассмотрим ситуацию, как с оворандера уходить в ту сторону. И потом, если в ту сторону не получается у вас, вы всегда можете перейти в дабл андер. Теперь мы идем сюда. Да. Держим здесь. Я понимаю, что он очень хорошо контролирует. Руками здесь вообще мне не дает пройти влево. Я правую руку и веду поперек живота. Встаю на ноги уже здесь. Начинаю правым плечом давить вперед. Левая рука у меня контролирует, да ничего особенного не происходит. Головой не мотаем. Грудью вперед. Правым плечом уходим сюда. Рука под голову. Рука под руку. Это второй вариант. Первый проход оворандер был влево. Теперь мы проходим в сторону руки, которая в андер-хуке. Встаем на него весом. Освобождаем левую ногу. Идем. Идем. Смотрите. Моя голова и плечи смотрят в него. Вот так вот не делайте. Если мы даже скинем, он тоже уйдет. Вам нужно давить вперед головой. Головой. Смотрите. Вот мы здесь. Идем. Вот. Теперь он держит меня этой ногой. Смотрите. Вот мы можем вообще сразу, даже не пытаться проходить в эту сторону, сразу вставать, освободить левую ногу. Идем сюда. Грудь смотрит в него. Опа. Рука под голову. И он разворачивается. Мы его хватаем. Итак, ребят, мы рассмотрели овер-андер проход гарда влево, овер-андер проход гарда вправо. Иногда бывает, когда мы начали разыгрывать историю вправо, он двигается, поднимает свой таз, и мы решаем перейти на какой захват. Это дабл-андер проход. То есть дабл-андер кукс. Две руки в андер-хуке. Дайвем здесь в него. Ключевая роль. Здесь давить весом. Ключевая задача, точнее. Руками как можно ниже, где у него живот начинается. А мы будем вот так вот дайвем. Дальше. Мы выбираем сторону. Чаще всего мы выбираем эту. Поскольку мне по сути одинаково, что влево, что вправо проходить. Ему как правшой сложнее будет защищаться в левую сторону. Я просто выбираю ту сторону, которую ему менее привычно делать эскейпы снизу. Еще раз. Сюда. Сразу вес на него. Ухожу сюда. Хватаю дабл. Руками давим в него. Теперь каму. Вот мы можем ровно быть. Каму выбрали сторону. Если эту, то левая рука сюда. Правую скидываем. Если другую, то наоборот. Левая рука сюда. Скидываем. Проходим гард. Старайтесь до последнего контролировать ноги. Первый. Вот он. Теперь уходим. Берем дабл. Вот такой захват. Дайвем. Теперь когда убираем сюда. Вот. Левой рукой. Держим. Просто. Чашечкой руки. И уходим сюда. Сразу под лодку. Теперь еще одна история. Она почти всегда работает в ноги. В ги чуть сложнее. Потому что если в ги мы делаем дабл ландер. Человек держит наши два рукава. То есть смотрите. В ги эта история не будет работать хорошо. То есть вот здесь он меня берет. Да. Он за рукава держит. И я не смогу резко свои руки проваливать. Чтобы перепрыгивать его гард. В ноги смотрите как работает. Ноги наши руки не держат. Мы давим в него. Давим. 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 Вот он. Не сопротивляется. Мы проходим. В следующий раз к нам будем давить. Смотри. Делаю вот эту защиту. То что ногами вниз. Как выглядит защита дабл ландера. Я хочу на него давить. Он давит вниз. Отъезжает. Да. 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 Когда создает пространство возвращает ноги. Нет. Да. Раз. Два. И уже работает снова открытый гард. Соответственно ваша задача сконтрить его на этом действии. Я если иду, я чувствую, что он давит, я сразу прыгаю сюда. Я не позволяю ему держать ногами опору на моих руках. Убираю рубку. Он проваливается. Я в этот момент ухожу. Здесь на самом деле невозможно долго и медленно показывать эту технику. Тут принципиально принимать решение, как только мы чувствуем движение ногами вниз. То есть мы идем. Нет движения. Мы не можем прыгнуть. У нас работает фактически первый проход. Мы должны делать его. Это движение с контуром работает только когда человек прям резко защищается. То есть я иду, он начинает защищаться отлично. Я прыгаю правым локтем, стараюсь проводить его ногу в ту сторону. Можно прыгать и в другую сторону. Руку убираем. Правым плечом идем на него. И вот. Если замедленно. Теперь как это в реальном времени выглядит. Все. Ну он сразу ноги вниз дернул, я просто пропрыгнул. Проход, ребят, ну представьте себе, что мы вот проходим человека. Я понимаю, с Вадимом очень сложно представить. Но представьте, что вот он гибкий. И он ногами вот здесь работает. В целом мы его проходим, он закидывает ноги и защищается отсюда. И многие здесь не знают по сути, как финишировать проход. То есть мы как-то начинаем, приводим сюда. И здесь ни сюда не можно пролезть, ни сюда. Мы лезем сюда, он ногами свободно защищается. Короче, суть в том, что если мы его приводим сюда, сразу руками хватаем его вот так за две ноги. Отсюда он выйти не может. Он может только голову выкрутить. Но если он выкрутит, он может... Ну, это как бы не гад. Понимаете? Мы сразу пройдем. По сути, мы сейчас хотим вынудить его в аналогичную позицию. Как мы это будем делать? Итак, мы приходим сюда. И я понимаю, что как только я отпускаю рукой, человек свободной ногой начинает амплитудными движениями восстанавливаться. Моя задача лишить его амплитуды, законтролировав. Смещаемся сюда. Левой ногой придерживаем ногу, чтобы левая рука могла освободиться. Понимаете, да? Нельзя бросать контроль ног, иначе он убежит. Мы сначала хватаем левой ногой. По сути, эту ногу я уже контролирую ногой. Этой рукой теперь я буду контролировать эту ногу. Соответственно, эту руку можно освободить. Ей хватаем за таз, за линию сгиба. Проваливаем к себе. И не даем человеку подняться. В целом, если вы обратите внимание, раньше модная история была. Нас проходили, да, и мы не можем вернуть гард. И мы вот отсюда возвращались. То есть через этот кувырок. Соперник здесь. Мы уходим, восстанавливаем гард. По сути, это движение контрится тем же самым движением, которое я сейчас показал при проходе. Вот он пытается от меня уйти. Просто за ноги держим, и все. Вот эта точка, это тот контроль, который нам нужен. Если вы обратите внимание, я, правда, показал на ту сторону, но если я сейчас покажу на эту, вы поймете. Раз, два, три. Вот, все, таз к себе. Контролируем. Здесь он пытается снова подняться в черепаху. Нет. Ну, обычно, смотри, смотри, смотри. Лежи. Лежи. И вот, жопа пытается наверх туда подняться. Ам. Ну так? И так, ребят, извините, пожалуйста, у нас технические неполадки с партнером. Это все. Так же все начиналось и у него. И так, ребят, очень часто история была, мы сюда уходили, человек через, да, через вот это движение, как, ну, креветка, наверное, или через ковырок возвращал гард. Если мы это делаем, по сути, ребят, помните, нам главное линию сгиба контролировать. Вот здесь не давать ему поднять таз наверх. Абсолютно то же самое мы бы делали, если бы у нас человек был в инвертоде. Вот, что мы здесь, что мы, не, не двигайся, что мы здесь. Абсолютно одинаковая история того, что я буду делать. Что здесь я иду сюда, раз, два, хватаю, встягиваю. Что здесь я бы делал абсолютно то же самое. То есть он головой ко мне, для меня вообще одинаковая история, понимаете? Проходим сюда, нажимаем левым коленом, хватаем, стаскиваем таз к себе. И все, вот здесь стараемся левой рукой пролезть сюда, чтобы контролировать линию сгиба. Если он отвернется, у нас будет спина. Если он повернется к нам, у нас вот этот контроль, да, вот этот обязательный. Без него человек будет убегать просто. Ребят, на самом деле, очень часто, особенно в нау-ги, я люблю пользоваться проходами гарда, которые построены на вот таких круговых движениях ногами. Они есть вот такое движение, есть вот такое движение, по сути сейчас, ну просто одна была по траектории горизонтальной, другая вот так вот, наоборот, одна по горизонтальной, другая вертикально поднималась. Я покажу, как эти движения можно использовать. Если брать самое простое, даже не сам циркуль, а вот начиная вот с этого нашего движения ноги, то самое простое, это вот у нас Double Butterfly, все, раз, два, круговые движения. То есть вот это движение очень легко нарабатывать, как в этой отработке, здесь нагнули, раз, вернулись, ушли сюда, аналогично со второй ногой, вернулись, раз, два, ключ, колено всегда является осью вращения, поэтому колено прижимаем и держим там, где оно должно быть, если вы исполняете полный-полный круг своей стопой. Аналогично здесь, колено прижали, правое колено не двигается, двигается все кроме него. Это первый дрилл, именно такой, не знаю, как он называется, в общем, мне кажется, я слышал, Андрей Галливал, сейчас я смотрю про EDC, подготовку Уорн Драйан, он там назвал это типа Винчилд Вайпер, как колено на живот, знаешь, да, ну вот, в общем, вот это движение, оно первое, оно связано с тем, что бедро не двигается, колено, ось вращения, стопа вращается. Сейчас мы будем добавлять другие амплитуды, где мы уже всей ногой делаем круговое движение и осью вращения уже является сам таз, а, и они просто какие-то позиции, а именно где это работает. Ну, во-первых, даже если брать хавгард, вот, мы встаем, встаем, вот здесь есть вот это движение. По сути, это тот же x-pass, только если бы мы попали сюда, что делать, как освободить ногу? Вот это движение, оно делается просто, оно и дриллится просто сейчас, мы стоим, левой ногой сюда, правую наверх, левой ногой сюда, правую наверх. Сначала просто понарабатывать, потом полноценно с круговым движением, вот так, вот так. Тоже самое здесь, смотрите. Мы стоим в этой позиции, наша правая нога является точкой, минимум до которой нужно допрыгнуть левой, то есть я не могу вот так топать на месте, мне нужно развернуть таз туда, левая нога идет сюда, левая нога идет сюда. В следующее движение к ноге добавляется правая нога. Еще раз. Правая нога. И левая рука помогает убрать ногу с пути, как она везде делает. Вот так. Дальше. Ну, по большей части этот проход в ги, когда мы типа в хавгарде, хватаем, держим здесь, достаем ногу и вот этим движением проходим. В целом, эта история больше про ги, если ноги брать, ну, может это еще быть вот здесь. Вот так вот. Ну, честно говоря, я редко такими захватами пользуюсь. Для циркуля в основном эти захваты я использую как раз для прохода оуэрандером. Здесь есть другой проход, он связанный, смотрите, не когда нога поднимается вверх, то есть мы отсюда окон на левую булку, правой ногой, вот так вот по кругу, пальцем царапая, делаем. Снова мы здесь, вот, ушли в эсмал. Вот очень часто мы сидим вот в таком гарде, вот здесь. Отсюда что можно сделать? То же самое. Вот и пройти. Он держит нас пяткой, но из-за того, что мы здесь отстранены, он особо не ждет нашего движения вперед. Это такой эффект неожиданности. То есть, когда мы прессингуем, эта вся история не так работает, потому что он все время защищается. Здесь вот он на секунду чуть расслабится. Правую ногу убираем. Да, и сразу, видите, он начинает уходить, потому что я долго делал. В целом, мы только убрались, сразу идем вперед. Обратите внимание на траекторию правой ноги. Мы здесь. Раз. Левая булка. Он меня держит. Я правую ногу выпрямляю, освобождаюсь. Вот это главное. Обратите внимание. Вот. Я просто пойти не могу, поскольку он меня держит. Я делаю вот так. Как бы анхукуем меня. Здесь он меня держит. Вот. Вот. И после этого делаю движение правой ногой и прохожу сюда. Мы здесь спокойно сидим. Ничего. Не паникуем, проходишь. Только правая нога. Снова левая булка. Правая нога. Вот здесь, смотрите, ребят, чаще всего легче все будет пройти, когда мы добираемся до головы. Нам очень удобно стоять вес на него и человеку очень непонятно, как защищаться. Главная задача при защите снизу никогда не давать хватать свою голову. Здесь мы хватаем голову и как раз за счет этого проходим.